приветствую всех с вами сенсей давайте сегодня разберемся стоит ли брать 5090 против 4090 хочу забегая вперед сказать что они обещают нам 70 процент производить даже 80 почти я в это слабо верю всегда эти обещания и так далее но мы сейчас посмотрим в конце насколько процентов увеличилась производительность 4090 как они обещают от последней карты линейки 3090 ти мы сейчас поглядим на играх давайте начнем кстати еще вот одну игру потерял здесь давайте попробуем найти значит мой канал 5 плейлистов избранные игры здесь все хиты все игрушки какие хотите там просто на избранный нажимаете спускайте вниз ищите что надо там есть прохождение с первого взгляда и так далее на софт и железо это оптимизация игр на моем железе разгон моего железа как прокачать хотел сказать как обновить биос материнки видеокарты как обслужить железо и так далее настройка графики все там есть вперемешку новые технологии для избранных которые немножко хоть прислушиваться кому к какому-то мнению и делают правильный выбор я здесь никого не 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 хаю них не хайпу и так далее вся эта мерзость не для меня я здесь прокачиваю именно в точности наоборот не новинки а старье я хочу сказать что все старое железо который выходил до этого дешевле и также работает как и новые а новые это просто говнина его можно будет купить через год это новое когда она будет старым вот значит здесь видеокарты процессора и так всего понемножку космос это вот перевод ролика нас здесь 2 час здесь одна полная и мои ролики справедливые полезны все что угодно здесь все в разнобой можете посмотреть давайте начнем значит выйдет на ddr 7 новая карта первая на она должна выйти в конце этого года они уже ограничили 4000 линейку потому что все завалено все склады завалено такого не было никогда чтобы их и линейка лежала на выходе в свободном магазинах свободно на выходе в магазинах то есть они цены задрали мама не горюй а карта неспособны ни на что 4000 линейка как всегда я говорю если кто-то прислушаться к моему мнению вы можете зайти в новые технологии ко мне и посмотреть там прямо ищите по названию какое название вас интересует ищите что такое а м4 а м5 какая в них разница что такое 8 бит 10 бит все есть на канале все есть на канале можете посмотреть но эта карта будет значит новый память будет работать на 33 процента быстрее 28 гигабит в секунду вы знаете я вообще слабо верю в это все какой-то инсайдер что там сказал нет такого инсайдера нету есть nvidia md intel вот они и есть инсайдеры они подготавливают людей они подготавливают к цене 2000 долларов за 5090 уже закинули такие удочки и тут же закидывает насколько она будет хороша делайте давайте оба дураки давайте быстрее предоплата делайте новые карты выходит лучше в мире в ли как говорили про сорок девяностого и так и значит а шина будет ведь и получит шину 512 шину получит если люди которые в этом немножко разбираются и помнят что было 10 лет назад карты были с шиной уже 512 это никакая не новинка это не новость блять шина вообще не должна быть меньше 300 ватт тут 512 но смотрите битная ну какие молодцы брали 300 бит это уже мало для нашего поколения мало а у нас 4080 стрелы 300 битами меньше 300 бит чем больше битность тем лучше она держит нагрузку понимаете карта не сбрасывает держит фпс то есть дно держит шина отвечает за дно карты если у них узкая шина падение фпс будет максимальная провалы и просадки и так далее ей будет даваться то же самое что и фриза у процессора на канал перегруза гружается и так далее загрузки большие начинает фризе дергаться лагать также и здесь чем больше в шина тем лучше карта блять у в самых хороших карт всегда самая большая шина конечно не только шину нужно ну и разбег и так далее разбег здесь есть по памяти большой разбег наверное до 3000 частоту поднимут это тоже фпс но это все дает только в начале когда вы сильно грузится карта в своем разрешении в полной нагрузке со всеми наворотами вот шина отвечает за все навороты за сглаживание блять за всю эту хуйню за 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 и rt ядра за все отвечает шина она не дает опускаться ниже плинтуса в обрубке все летят чертовой матери под нагрузкой они умирают ну я хочу сказать что это 512 шины это не новость это говнина была 10 лет назад и на nvidia и на md поэтому они хорошей карты пыль да у них была не такая развитая была память не так много они завышена герцовка было это чистота память была слабенькая и было все вроде как бы нужно было шину побольше когда они научились делать память они стали убирать шину чтобы для дураков карты были холоднее чем меньше шина до тем холоднее карта чем холоднее карта тем она хуже чем холоднее карта тем она хуже они не воду ставит изначально блять а трещотки блять даже по 2 последней версии блять 40 60 стали уходить вообще 2 горшковые бля и такое было из трехтысячной версии я всегда был и удивлялся блять как-то под 70 карта лупит блять в какой-то хуете под сесть потому что там 2 горшковые были потому что за чип nvidia просит бешеные деньги и поливать какой там будет охлаждение вот вы мне возьмите и положите кто собирает эти карты конечно они делают охлаждение более дешевые потому что nvidia она жрет как лошадь то и ртом и жопой они миллиардеры вы знаете об этом вот эти жирные коты они ничего не делают а только пишет программу для процессора даже процессорами нигде не изготавливает они те то программы миллионы денег стоит у меня все есть на канале вы можете поискать что такое что производит nvidia откуда что берется там все есть какие сборки выбирать full hd 2k 4k все тоже есть на канале по ценам и так далее на тот момент ну вот смотрите я может немного не догоняю хрена я не особо разбираюсь в этом а мне не надо вот я купил за 50 тысяч карты мне плевать лишь быть тащила она уже не тянет почему ну по одной простой причине потому что я взял говнину для 2к 3080 хорошо мод вышел я сейчас генерацию ключа и у меня все как бы летает 3080 меньше чем за год села на жопу 4090 уже на жопе в некоторых играх сидит я считаю что 4090 набрать для только для 4к это во первых во вторых она не дает 60 кадров 4к в хорошей картинке вот в натуральной картинке вот 4к вот если бы я взял да я бы взял наслаждаться картинкой натуральные мне не решили дары не нужны и полять никакие прикрутки вот hdr и натуральный картин картинка все вот от разработчиков со всеми наворотами чтобы было не меньше 60 кадров ну 4090 даже этого не может вот смотрите скорость значит шины будет 33 процента и скорость память 33 и в итоге будет 77 сравнение с предыдущим поколением я помню что говорили что 4090 будет с предыдущим поколением на 50 процентов быстрее на 50 процентов быстрее мы сейчас это посмотрим в новых играх на 50 ли процентов она быстрее неважно когда эти тесты были сделаны неважно когда выходила игра вот два две машины блять джигули и мерседес но вот они через пять лет все равно будут блять такая разница будет все равно без разницы также и карты блять вот есть 40 90 на выходе на 50 процентов больше а сейчас она например на 20 такого не может быть она также должна быть на 50 процентов быстрее от той карты с которой сравнил мы будем сравнить с 30 90 ти кайкой это последние карты того поколения это они понимали прекрасно что 30 90 это говнина блять и они решили прикрутить 30 90 ти который дала обалденный успех карта просто зашибись зашибись но ее разбирают из-за памяти большой памяти и она конечно технологически очень продвинутая ее разбирает майнинг она очень дорого стоит не своих денег она чуть ли не под 49 80 как 48 вот 33 процента вот я не могу понять вот смотрите скорость памяти 33 процента шина 33 процента значит увеличение карты на 33 процента как взяли и сложили были здесь 30 здесь 33 здесь и в итоге вот но 77 получилось не знаю я думаю в итоге должно получиться 33 процента если все поднять все железо на 33 процента будет 33 процента они сто пятьдесят процентов там или 100 200 ну как обычно у них понимаете они в каждых драйверах они пишут там повышение производительности блять на сто процентов это у них заложено все блять на всю оставшуюся жизнь земли и вот мы дураки земляне блять вот эту говнину читаем а в итоге выходит совсем по-другому но вот 40 90 должна быстрее быть на 50 процентов да она большинстве игр обгоняет но она должна все игры обгонять почему это большинстве почему когда про сильные загрузки она теряет свои позиции с чем-то связь рекламой вот 77 процентов я хочу сказать что и я в это не верю систем процент я верю 33 50 процентов я считаю что 50 это будет максимум от 40 90 максимум но извините меня но за двести за две тысячи баксов это не из магазина это их а цена их не цена 2000 долларов магазине она будет стоить если по 100 считать того ну посчитайте на плюс 20 30 процентов в гору это однозначно 250 тысяч насколько сейчас сейчас по-моему под 200 уже 40 90 стоит но она подражала китайцы разбирают их хапают на вот и все мы скорее всего и ковыряют их у меня есть там про ковыряние китайцев они туда ставят на другие чипы на эти карты и продают как 40 90 такое уже видели на авиа на озоне и меня ругает что так где-то видел там за девяносто четыре тысячи карты так вы разберитесь я не говорю что цены просто плавают надо разобраться в ситуации узнать позвонить спросить у продавца и так далее если он не отвечает значит нечего туда лезть я об этом говорю но потому что такого вообще не было не знаю откуда это все по первому давайте поглядим значит сначала вот и с этого начнем вот новый ремейк ну да здесь дину стоял туда-сюда на кого это ебет вот вы берете за 150 рублей блять карту на за 200 и у вас блять 60 кадров ну вы наверное не нищие блять 4k вы наверно сидите блять у вас наверно 165 какой экран как чистота экрана частота экрана 165 у меня 144 герц у вас наверно 165 если вы 10 бит захотите включить вам на 144 140 кадров плана мы что видим мы видим 40 ну вроде игру немного поправили там по моему около 80 кадров добавилось ну не знаю вот за 200 тысяч карта вот и 70 кадров вас устраивает играть на супер мощном компьютере блять у вас 775 кадров да меня просто удивляет это хренатень этот лохотрон продолжается и будет всегда продолжаться ну давайте теперь посмотрим 40 90 4k я взял приемлемые настройки вот такие настройки сейчас мы сравним эти настройки из 30 90 один в один один в один здесь есть еще ниже настройки еще ниже по моему подождите я сейчас даже вам покажу ну вы видите как какие игры выходят это вот это вот жопоруки всадники апокалипсиса вот эти мерзавцы были они посланы на землю вот такой говно делать почему это говно а потому что они на старый движок мишенов нахуярили а мишена это как на ниты вот этот лес вот это все как вся эта говнина на кому она нужна надо было мишен распределить частями то есть чуть-чуть чуть чуть побольше 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 вот тогда вы любой бы играл они выпустили игру в которой играть увидеть ихнюю картинку не возможно даже сука на 40 90 блять невозможно увидеть натуральную картинку этой игры вот я в чем возмущаюсь что вот это здесь что здесь блять хорошего в этой картинке вы посмотрите анрил 5 как выглядит ну вот до 70 дошло да а тут по моему даже есть где-то еще меньше прям вообще все на ультра вот вам пожалуйста 18 кадров значит 50 процентов если добавить вот посчитайте сколько ну 20 кадров до 20 кадров на 5 это 10 значит на новой карте будет здесь 30 кадров до если еще 10 прибавить до 60 процентов и еще 10 30 кадров прибавить вот 77 процентов это плюс 30 как будет 50 55 кадров 77 процентов это будет 50 55 кадров новая карта 50 90 за две тысячи долларов не потянет эту игру в настоящей картинке от разработчика кто кого дурит блять я вот знаете вот на форумах смотрю постоянно эти мерзавцы блять пишут нахуй да холи это крука жопа и там криворукий да это исключение возможно вот это исключение да картинка она может быть и хорошим и и никто не видели мы не видели картинку 4к натуральную полной загрузки вот 18 кадров чего там увидите 20 но все ругают игры игры блять кто делает разработчиков блять смуту сейчас там что-то блять смутит на отличный там картинка у нас говно мы сидим на говне за большие деньги блять за сто тысяч мопкуем карту и у нас смуту не тянет блять что смута виновата да у них много там косяков там анрил пятый да не до конца не освоили его но это не дает право блять мерзавцам жирным котам блять садикам апокалипсиса блять этих педерастов штабе блять такой такой такие карты выпускать которые ничего не стоит блять за тысячу долларов и все блять ругают нахрен разработчиков вот что обидно ну там был 54 55 что ли там сколько там до 60 не доходил здесь 45 10 кадров блять 10 кадров 20 процентов не 50 процентов сука 20 я даже там 30 пусть будет даже там было 50 с чем-то до 60 здесь 45 47 блять 6 ну вот вам сравнение чего там какие там блять 50 процентов а здесь 70 говорят будете будете в 60 кадров играть 4к вот эту игру полной картинки блять от разработчика вы увидите в 50 сука кадров может 58 а может ни хуя не увидите и этого если будет вот так вот 20 процентов будет вот так и все 20 30 процентов я думаю что для новой карты до 70 процентов иногда минимум 50 это мало для новой карты за 2000 долларов 50 это мало потому что отставание очень сильное очень сильное отставание от процессоров от игр процессор на пять лет вперед как всегда я говорю любая говнина потянет и так далее недорогая камнин процессор извините вы даже можете позволить себе процесса за двадцать пять тысяч не за пятнадцать за двадцать пять ну карту блять за 70 вы не можете позволить за 90 а там разница такая же будет как у процессоров разница в 10 тысяч там разница будет как здесь в 50 тысяч рублей поэтому я всегда говорю берите ребята берите старайтесь брать старье когда нужно будет и процессор брать за заранее за 10 лет вперед и сидеть деньги должны работать они должны работать вот вы продайте за двадцать пять тысяч правда возьмите за 15 десятка у вас будет в кармане поверьте мне можно и за 8000 для full hd 2 700 и блять за глаза за глаза блять 8 горшков 16 потоков за глаза зачем брать пять семьсот пять восемьсот я вам это вообще люди недалекие но для full hd берут такие процессы это просто их обманули это люди заблуду недалекие только из-за заблуждений вот или выпендриться перед кем-то да у меня он таких очень много у меня на канале очень много вот выпендрежников таких дачи воды там нихуя не понимают у меня железо говнина блять работает так же сука как у тебя навороченное железо блин также только я сэкономил 20-30 тысяч рублей что не деньги поэтому я призываю вас не только меня слушать а прислушаться ко всем мнением делать как я вот делаю именно ролики а сейчас против новых технологий новой технологии я против этих новых технологий потому что старой технологии ничем не хуже и берут только игровые процессы то есть для игр для геймеров другое я ничего не рассмотрим всего доброго берегите себя а так я белый пушистый до новых встреч